ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наша встреча произошла 4 года назад, Насте было 14 лет, мы познакомились в приюте «Ровесник». Это тогда был маленький, испуганный, растерянный ребенок. Не знаю, я тебя люблю всех тут, с кем познакомилась. Не вот прям всех, но есть такие люди, которые я прям полюбила, то есть они очень хорошие. Вот за это я их только люблю, что они хорошие. А плохие есть? Нету, плохих нет. Желание видеть в жизни только хорошее было в Насте всегда. И после того, как пришлось покинуть семью из-за жестокого обращения матери. И тогда, когда столкнулась с отчаянием сиротской жизни, и даже после бесчеловечной школы детского дома. Мы таим обеды в себе, обиды и прочее. И все это копим, копим, и, соответственно, оттуда идут проблемы. Желание изменить этот мир к лучшему Настя выразила необычным. Написала книгу. Это трогательная фэнтези о том, как ангелы спасают Землю ценой собственной жизни. В тайне от автора мы напечатали ее и подарили Насте на ее 18-летие. На самом деле Настя очень наблюдательный человек, очень наблюдательный, очень рассудительный. И вот эти качества, вот это внимательное отношение к своей жизни и к жизни других людей, которые рядом, то, что другой человек не заметит, она замечает. Поэтому ей дало возможность именно вот так подойти к этому, написать свои наблюдения. Людям, не ведающим, что такое детский дом или знающим о нем по книгам, трудно представить себе, что на самом деле это фронт. Вдоль него идет бесконечная война, изматывающая и беспощадная. Это горнило и формирует детдомовскую сущность ребенка. Холодную, замкнутую, не готовую к публичности. День совершеннолетия стал для Насти экзаменом во взрослую жизнь. Ей пришлось один на один встретиться с повышенным вниманием, телекамерами, отвечать на вопросы. Я растерянная, как во сне сижу на самом деле, вообще прям, еще не могу полностью понять. Приятно вообще? Да. Это очень неожиданно и очень приятно. Я не ожидала. Впрочем, один на один – не совсем верное выражение. Рядом с Настей и в этот день, и все эти годы были взрослые, которые принимали участие в ее судьбе. Давно с тобой не виделась и была поражена, что у тебя новый выбор – училище культуры. Ну, понятно, это символ, оказывается, я несла тебе этот символ – полета, вдохновения, филигранности. Но ты же помнишь, что всегда за филигранностью стоит огромный тяжкий труд. Труд души, он у тебя состоялся и будет продолжаться. И я полностью согласна с словами Марии Геннадьевны, ты, наверное, будешь тот человечек, который сумеет отдать все то, что приняла ты за эти годы. Кажется, мы нашли выход. Вы будете жить, несмотря ни на что. Мы поняли, все, что происходит на земле – это от того, что у людей много порока, боли и печали в душе. Если забрать это у вас, вы обретете любовь и красоту. Кирилл застыл на месте. А ты хоть представляешь, сколько на земле людей, Мирция? Ты понимаешь, на что ты идешь? Любое доброе дело – это свеча, которую мы зажигаем и ставим на подсвечнике, чтобы все входящие видели этот свет. И, собственно говоря, хотелось бы, чтобы эта презентация была тем путеводным светом, маяком и для выпускников детских домов, и для тех ребят, которые там еще находятся. Вот пример девушки, которая смогла преодолеть эти трудности и совершила сложную по нынешним временам вещь – написать книгу. Кто из нас решит сейчас написать книги? Я в 40 лет не думал, что я напишу книгу, а она смогла. Мне не о чем жалеть. В названии – суть Настиного характера. Ребенок, переживший потерю близких, не ожесточился, не возненавидел весь мир. Не стоит искать в книге образец высокохудожественной литературы. Там другое – уроки жизни и любви. Она говорит искренне, это очень дорогого стоит. Поэтому и наши сложные вопросы, ваши сложные вопросы, для нее она их проживает за доли секунды и говорит свои искренние ответы. Поэтому я думаю, что это важно для нее, важно для тех ребят, которые присутствуют здесь, но не менее важно для нас, взрослых. Поверьте, что, Настя, твоими ответами ты учишь и нас, взрослых. Поэтому большое тебе спасибо за то обучение, которое мы проходим сейчас вместе с тобой. Какое желание загадала Настя ее секрет, но то, что ей нужно для счастья, она не скрывает. Родных людей, которые просто рядом, которые очень хорошие, которые в моем окружении, чтобы они были рядом просто. И просто знать, что с ними все хорошо, все, не надо ничего больше. Ребята, я смотрю, присутствуют, подростки, и смотрят на Настю, и, может быть, мысли такие, повезло же Насте. Повезло же, 18 лет, вот в доме журналистов такая презентация и так далее. Ребята, на самом деле, Настя сама себя ведет. Вот секрет очень простой, ладчик просто открывается. Труд, трудолюбие и только ваши усилия вам помогут. Но если вы будете трудиться, у вас будет не менее прекрасное будущее. Сейчас Настя готовится поступить в училище культуры, на режиссерское отделение и навсегда покинуть детский дом. Ей еще предстоит многому научиться и через многое пройти. Но она уже поверила в себя. И вряд ли забудет и этот день рождения, и путь, который показали ей чужие по крови, но близкие по сердцу люди. Меня удивило то, что сегодня было очень много приятных, родных мне людей. Они все пришли, все уделили время, да, то есть посидели рядом, были в этот момент рядом. Это не передать. За этими словами я услышал нечто иное, что-то очень важное, чего мы не увидели. Я подошел к земному шару, он не вращался. Но там становилось все светлее, и маленькие желтые огонечки расходились, как паутинка по всей поверхности. Эти огоньки – наши ангелы. Они принесли себя в жертву, и это была любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!